И сразу главной новости дня. Сегодня ночью в городе Тарапце Тверской области устроили грандиозное, вот реально грандиозное огненное шоу. Ну вот это вообще нормально было. Мне даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Согласен, по науне охуенно такая погода мне больше нравится. Не запланированное, но бывает. Украинские дроны решили навестить склад боеприпасов, устроили там такую бавовну, что мир, наверное, еще и не видел. Представляете, более сотни беспилотников пролетели 500 километров, чтобы передать привет российским военным. Вот, вы видели эту волну? Три, просто три. И привет получился, что надо. Взрывы были такой силы, что местные подумали, не началась ли вообще ядерная война. Приборы даже зафиксировали. Землетрясение, да, относительно не сильное, но тем не менее. А спутниковые снимки показывают колоссальный масштаб ущерба. А ведь склад там непростой. Там хранились северокорейские баллистические ракеты, грады, искандеры, системы ПВО С-300. Ну, в общем, россияне решили собрать все в одном месте. За что им, конечно, спасибо от украинских беспилотников. Власти, конечно же, пытаются делать хорошую мину при очень плохой игре. Мол, все под контролем. ПВО сработало отлично. Но почему же тогда все горит и пылает? Не поверите, это снова обломки. Да, обломки. Представляете, что будет, если НАТО вдруг начнет передавать Украине еще и крупнокалиберные обломки? Вот тогда вот начнется. Ну и почему-то начали срочно эвакуировать жителей. Видимо, чтобы они лучше смогли разглядеть работу этого отличного ПВО. Самое забавное, что этот склад построили не так давно, в 2015 году, и потратили на него 3 миллиарда и 600 миллионов рублей. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Говорили, что он неуязвимый, суперсовременный. Ну да, видимо, забыли предупредить об этом украинские дроны. Местные в сети жалуются, мол, а нас-то за что атаковать? И правда, за что? И вот как думаете, долго ли еще продержится миф о непобедимости российской армии? Пишите в комментариях, а также ставьте лайки и подписывайтесь на канал.